Иван Павленко, «От рода к роду», глава 3, часть 8.2, «Начало нового пути», читает Наталья Абызова. После всего этого я как бы стал равноправным членом коллектива. Но расширение моих прав вскоре легло на меня дополнительным временем. Теперь меня стали посылать еще и на разные партийные совещания, активы, и я вынужден был готовить для газеты репортажи об их работе. Чтобы понять, насколько трудно одновременно вести крупнейший в газете отдел и отрываться на разные совещания, нужно знать, каким был объем работы в редакции и как относить к своей навязанности мои коллеги. Творческих работников было шесть. Редактор, три заведующих отделами – партийным, сельскохозяйственным и по работе с Робсель-Коровским активом, а также лидработник и секретарь редакции. Редактор Стэндик Павел Андреевич, являясь одновременно членом бюро райкома партии, большинство своего рабочего времени находился на разных совещаниях и заседаниях. Он хорошо знал состояние дел в районе, поэтому и являлся преимущественно автором газетных передовиц, анализирующего и направляющего характер. У него было высшее образование и большой опыт работы в газетах и журналах. По понедельникам он проводил рабочие летучки, на которых давал достаточно квалифицированные советы и наставления, но потом покидал нас и шел в райком для участия в очередном партийном собрании. Вторым лицом, если не по должности, то по авторитету и уровню квалификации, был секретарь редакции Грузин Василий Дмитриевич. Молодой, талантливый и очень человечный. Он окончил Киевский университет, факультет журналистики и мог устроиться где-то в областной газете, но его за собой утащила жена, работавшая в Луфице зубным врачом. Писал он быстро, легко и оригинально. Его статьи и очерки отличались содержательной глубиной и свежестью, а также яркой художественной формой. Партийным отделом заведовал Бейкун Иван Павлович. Он одновременно считался и заместителем редактора. Ему было уже около 60, но его, как старого коммуниста, лежали на этом посту. У него было среднее образование, на фронте был корреспондентом дивизионной газеты и после демобилизации попал в район. Был даже некоторое время редактором, но в его работе ощущалась нехватка образования и способностей. Писал он трафаретно, газетными штампами, кочевавшими из номера в номер. Для его материала «Во партийной жизни в районе» отводилась первая страница, которую он заполнял информацией, добытой преимущественно по телефону. На места выезжал редко, ссылаясь на здоровье. Отделом по работе с письмами и робселькоровским активом заведовала держав Мария Даниловна. У нее было среднее образование ребенок дошкольного возраста, к которому бегала по несколько раз в день. Литработник Лобецкий Федор дотягивал до пенсии. У него было среднее образование, и он был ветераном партии и инвалидом войны. Ходил с палкой, прихрамывая на раненую ногу и тоже считался невыездным. Сидел в редакции и обрабатывал материалы, которые приходили от селькора. Собирал также разные городские новости, в частности криминального характера. И так народ собрался преимущественно такой, как в той басе, неплохой и незлобивый. Все лохвицкие, все у себя дома, точно в девять приходят на работу, садятся за телефоны и таким образом ездят по району, собирают материал, а затем добавляют к нему взятые с потолка и высосанные с пальца и пишут. А ровно шесть идут домой к своим женам и детям. И так изо дня в день, от зарплаты до зарплаты. Но ведь газета без свежего, глубокого, хорошо обработанного материала, без очерков и репортажей, смес, будет безликой и бледной. Когда же на летучке речь заходила об этом, все эти невыездные начинали дергаться на стульях, искать доводов для своего оправдания и при этом смотреть в мою сторону. У него, мол, колхозы и совхозы, передовики и отстающие, пассивные и уборочные компании, ему и надо ехать. И я ездил, все чаще вспоминая слова своего предшественника, который отработал два года и рассчитался. Не хочу, чтобы на мне воду возили. Мой отдел был самый большой. Для него отводился фактически весь внутренний разворот газеты. Ведь район сельскохозяйственной и все партийные и советские органы были заняты решением проблем, связанных с хлебом, молоком, мясом, сахаром. Каждый день наша машинистка приносила из ЦСУ различные справочные сведения. Зимой о ходе вывоза перегноя на поля, весной о ходе посева и возделывания пропавших культов, летом о ходе уборки урожая, сдачи хлеба государству, осенью о вывозе сахарной свеклы и заготовке кормов для животноводства. И весь год отдельную справку о надоях молока и производстве мяса. Так что я знал, какие колхозы идут впереди и отстают, кому ехать за передовым опытом, а кого критиковать. Конечно, одному мне обеспечить весь газетный разворот было не под силу, потому иногда подключался сам редактор с солидной статьей, любил также выезжать на периферию секретарь редакции. Тогда в моем отделе появлялись очерки о знатных людях района. Кроме того, был у меня свой селькоровский актив, агрономы, зоотехники и просто рядовые люди, которые посылали свои корреспонденции в газету. Своими звонками я часто побуждал их к этому. Значительную часть рабочего времени я проводил в командировках. Уезжал, как правило, на день или два, и за это время успевал побывать в нескольких колхозах, набрать материалы на всю неделю, то есть на три газеты, выходившие во вторник, четверг и субботу. Добирался преимущественно попутным транспортом или подсаживался к кому-то из районных руководителей машин, а обратно меня привозили к колхозным транспортом. Проблем с питанием не было. В каждом селе охотно накормят и рюмку поднесут, лишь бы корреспондент не написал о них чего-то плохого. От обеда или ужина я не отказывался, но только там, где готовил что-нибудь хорошее в газету. Рюмки же не брял и в руки. Это была наша строгая редакционная правда. Один бейкон любил выпить, и то в обществе своих коллег по работе, а выпив кривился и говорил, «Как тебе беспортийное пьет?» Через два года я объездил все села и хутора, все колхозы и бригады, знал всех председателей колхозов, агрономов, зоотехников, бригадиров, заведующих фермами, секретарей портогонизации, а также многих доярок, свинарок, звеньевых и других передовиков сельского хозяйства. Работа нравилась, но была изнурительной. Я писал дни и ночи. Моим любимым жанром был очерк с художественной окраской, а я вынужден был просиживать над потоком мелочной информации и анализировать, и обобщать бесконечные сведения о ходе разных компаний в колхозах, обрабатывать чужие материалы. А если на пленумах райкома партии или сессиях районного совета рассматривали сельскохозяйственные вопросы, то меня отрывали основной работой, вовлекали в подготовку докладов и постановлений, преимущественно для их стилистического усовершенствования и повышения письменной грамотности. Редакцию в этом отношении партийные органы буквально эксплуатировали. Тем временем Хрущев, закрепившись в должности первого секретаря ЦК КПСС, развернул бурную деятельность по искоренению безобразных последствий культа личности Сталина, как в общественно-политической жизни, так и в экономике страны, особенно в сельском хозяйстве. В первую очередь были значительно повышены государственные закупочные цены на зерно, сахарное свекло, овощи, а также на молоко, мясо, яйца. В колхозах появились деньги на строительство животноводческих помещений для закупки необходимой техники оплаты человеческого труда. В результате начался рост урожайности зерновых и технических культур, а также производство животноводческой продукции. В этих условиях Хрущев провозгласил на весь мир, что Советский Союз до 80-х годов догонит и опередит США и воплотит в жизнь основной коммунистический принцип от каждого по способностям и каждому по потребностям. Это было слишком смелое заявление, рассчитанное прежде всего на пробуждение трудового энтузиазма массы. Подобные призывы и обещания крестьяне слышали не раз, но как бы они на них не отзывались, как бы ни рвались жилы на полях и фермах, их материальное положение не улучшалось. Доведенное сталинским режимом до положения безголосых рабов, они уже ни во что не верили. Не знаю, анекдот это или правда, что какой-то Краснобай из района или области читал лекцию в сельском клубе, которую закончил на высокой ноте. «Завтра мы будем жить еще лучше, чем сегодня!» А из задних рядов кто-то выкрикнул «А мы!» Но на этот раз село в какой-то степени поверило Хрущеву, потому что почувствовал реальную поддержку государства и поощренно и материально взялось за работу с новой энергией и надеждой. Его призыв был сразу подхвачен низовыми партийными организациями и стал девизом в социалистическом соревновании. Теперь каждый номер нашей газеты выходил с лозунгом через весь внутренний разворот «Догоним Америку!» Как всегда было много шума в газетах, на разных совещаниях и митингах. Руководители колхозов, их зрения, доярки, свинарки брали повышенные обязательства и с высоких трибун под аплодисменты клялись их выполнить. Повсюду воцарились штурмовщина и очковтирательство. Внес и я свою лепту в этот ажиотаж. Ездил по селам, выискивал или навязывал что-нибудь новое в социалистическом соревновании. Однажды решили с редактором найти таких доярок, которые надоили в зимний период опуду молока от коровы в сутки, чтобы написать таких именей, напечатать в газете обращение ко всем дояркам района, бороться за пудовое надое. Уехал я в Бреси. Молочно-товарная ферма находилась почти рядом с сахарным заводом, с которого брали жом для скота. Поэтому надои там были самые высокие в районе. Такие пудовые доярки нашлись. Они и подписали обращение, которое я привез с собой. Опубликовали моего на странице газеты. Потом я начал собирать отзывы. То с одной фермы, то с другой. Доярки отмахиваются, но под давлением своих руководителей принимают вызов и берут на себя обязательство тоже надоить по пуду молока. Но на деле ничего не получалось, потому что в Бресях был жом, а у остальных колхозов преимущественно солома. Организовала я подобные обращения от доярок трехтысячных. Они были в некоторых колхозах. Но я замечала и слышала от людей, что им дают лучших коров и корм, а иногда дописывают молоко за счет других, чтобы в колхозе были свои передовики соревнований. А то еще пропустили мы через газеты такую в кавычках молочную выдумку, как будто отдельные доярки не додаивают коров. Если каждая доярка за один удой не доберет от коровы 100 граммов, то по району это составит сотни литров. Опубликовали статью и снова поехал я за положительными отзывами. Найти их было нетрудно, но доярки говорили, что молоко у коровы на языке. Если накормишь, то и надоешь. А после соломы сколько ни тяни в имя, ничего не вытащишь.